Итак, мы научились создавать игры, у нас уже очень много интересных проектов, а также есть проекты наших друзей, и, конечно, мы общаемся друг с другом в социальных сетях. И разумен вопрос, как поделиться анимацией или игрой Scratch в социальных сетях. Как раз в этом небольшом видео я покажу основные возможности. Вот наша игра, мы уже научились делиться ею на сайте, то есть размещать код на сайте, а сейчас мы поделимся этой игрой в соцсетях. Здесь есть три кнопки, с помощью которых мы можем автоматизировать процесс размещения игры в Facebook, Twitter, и еще есть специальная соцсеть Classroom Google для тех, кто там зарегистрирован. Я в ней не зарегистрирована, поэтому я покажу, как мы можем разместить, поделиться, точнее, своим проектом или чьим-то чужим. Допустим, это игра моей ученицы, я могу им поделиться, например, в Facebook. Нажимаем на эту кнопку. У нас появляется специальное окно, в котором мы можем сразу увидеть, что есть ссылка на эту игру. И здесь автоматически отображается ее описание. И здесь мы можем что-то рассказать. Например, я могу написать «Игра моей ученицы» и выбрать, где мне хочется поделиться с этим своим проектом. Либо в своей хронике, либо в хронике кого-то из друзей, либо в какой-то группе, либо в личном сообщении, я хочу кому-то эту ссылку отправить. Я оставлю поделиться в хронике. И нажимаем «Опубликовать на Facebook». Здесь я могу выбрать еще, для кого это будет доступно, только для своих друзей или всем, или еще выбрать какие-то дополнительные настройки. Это можешь смотреть уже индивидуально, как тебе хочется это сделать. Ну, а я нажму сейчас «Опубликовать на Facebook». Перейду на свою страничку, обновлю ее. И вижу, вот появилась эта ссылка. И здесь, если мы по ней щелкнем мышкой, то мы сразу переходим на сайт Scratch. У меня открывается новая вкладка. Мы можем играть в эту игру. Если что-то получилось не так, либо хочется еще что-то здесь изменить, или заново сделать, мы можем просто взять и эту, допустим, запись, эту публикацию удалить или скрыть из хроники. Сделать так, чтобы это было доступно только нам. Я пока нажму «Удалить». Лучше, конечно, в какой-то группе публиковать. Второй вариант сейчас покажу. Допустим, у многих есть свои аккаунты в ВКонтакте, и кнопки для публикации ВКонтакте такой автоматической здесь нет. Поэтому мы можем использовать вот эту ссылку. Она поэтому здесь и размещена. Мы уже ей пользовались в уроке, где я показывала, как разместить на сайте проект Scratch. Здесь мы эту же ссылку используем. Мы копируем эту ссылку, переходим на свою страничку ВКонтакте, щелкаем мышкой, где написано, что у нас нового, добавляем ссылку. Здесь можем что-то дописать. Например, опять я пишу «Игра моей ученицы». И еще, в отличие от Facebook, мы видим, что мы можем здесь разместить свою дополнительную иллюстрацию. Я сделала просто копию экрана, вырезала картинку начального состояния игры. И сейчас эту картинку могу загрузить. Либо можно нажать на крестик, чтобы эту иллюстрацию убрать, и будет ссылка почти такая же, как в Facebook. Но чтобы было красивее, выберем иллюстрацию, выберем файл. Находим файл в своей файловой системе. Вот картинка, которую я подготовила. Нажимаем «Открыть». И моя картинка не удовлетворяет условиям. Но для того, чтобы продемонстрировать все-таки, я попробую выбрать какую-нибудь другую картинку. Возможно, она подойдет. Ну, допустим, эту. Вот она загрузилась. Я могу ее здесь отредактировать. Ну, допустим, меня это устраивает. Нажимаю «Сохранить изменения». И картинка появилась. Теперь нажимаем «Отправить». И вот наша публикация. Если что-то произошло не так, опять же, мы можем взять, выбрать режим редактирования. В данном случае эта картинка все-таки не подходит. Я ее удалю. Вот, убрала. Сохранить. И появилась просто тоже ссылочка. Опять же, если мы по ней щелкнем, мы переходим в новой вкладке на страницу на сайте Scratch. И любой из моих друзей может теперь играть в эту игру. Вот так просто можно делиться своими проектами в соцсетях. Желаю тебе успехов. И до новых встреч. Продолжение следует.